В Казахстане вводят понятие «внутри страновая ценность» и внедряют новый механизм поддержки предприятий. Новеллы прописаны в законопроекте. После того, как документ будет принят, отраслевики откажутся от привычного местного содержания. К примеру, Турция намеренно избегает понятия «местное содержание», поскольку оно имеет негативные окраски в Евросоюзе и странах-членах ВТО. По данным Министерства индустрии, ряд стран намеренно отказываются от понятия «местное содержание», переходя к более нейтральной формулировке. Связано это в первую очередь с вхождением Казахстана в ВТО, а точнее, окончанием переходного периода и полноценного участия Казахстана в организации. Ее цель – обеспечить взаимную торговлю товаром. То есть один из смыслов – это снижение пошлин для тех товаров, которые экспортируют. Плюс ко всему государство начнет иначе оказывать поддержку предприятиям. Развивать промышленность будут путем стимулирования эффективных производств обрабатывающего сектора. Отличие в том, что в этой пятилетке государственная помощь разделяет предприятия на несколько типов. Допустим, новые игроки, крепкий тыл, драйверы роста, центры тяжести, притяжения. Какие перемены ожидают обрабатывающий сектор? И из чего складывается внутристрановая ценность? Подробно обо всем в программе «Промышленность». Законопроект об изменении промышленной политики сейчас находится в парламенте. После того, как он пройдет все стадии согласования и вступит в силу, казахстанскую промышленность ждут перемены. Во-первых, отраслевики уберут из лексикона и документации понятие «местное содержание». Его производители использовали, говоря о наличии локальной отечественной доли в выпускаемом товаре. А на смену понятию придет другое – внутристрановая ценность. Если говорить в целом по внутристрановой ценности, естественно, максимальный эффект на ценность для государства того или иного работы товара и услуг будут оказывать те факторы, которые влияют именно на применение казахстанского сырья. То есть привлечение казахстанских работников, применение казахстанских технологий, то есть максимальное вовлечение как сырья, материалов, технологий, так и рабочих ресурсов Казахстана для того, чтобы средства, которые используются для создания данного товара, они максимально оставались в стране и приносили эффект для развития экономики. Какая продукция в Казахстане имеет максимальную внутристрановую ценность? Все сырьевые позиции. Наличие собственного материала, собственных технологий позволяет товару конкурировать как внутри страны, так и за рубежом. К таким производствам относится и это предприятие по выпуску кабелей. Помимо того, что здесь создают силовые, телекоммуникационные, дата-кабели и другие виды продукции, отраслевики производят и сырьевую базу. Мы построили цех производства алюминия Катанки и сегодня успешно ее перерабатываем. Мы перерабатываем порядка 10 тысяч тонн алюминия в год и мы перерабатываем порядка 3,5 тысяч тонн меди в год. Основными платформами сырья для нас являются наши казахстанские производители. Местное содержание в отдельных изделиях у нас доходит до 100%, полностью казахстанское содержание. В некоторых изделиях у нас оно меньше 60-70% местного содержания в наших изделиях нет. Большая часть продукции, 70% всех произведенных кабелей предприятие поставляет за рубеж в Россию, Украину, Узбекистан, Израиль и Эстонию. Вопрос конкурентоспособности отечественного товара важен в том числе и потому, что Казахстан вступает полноправным членом Всемирной торговой организации. Когда у нас небольшое содержание, скажем, меди и алюминия, эта продукция очень высокотехнологична. И добавочная часть, то есть та, которая составляет энергоресурсы, заработная плата рабочих, она тоже наша казахстанская. Поэтому мы производим продукцию по любому западному стандарту, то есть стандарты, по которым мы работаем, они не ограничиваются в межгосударственных стандартах, в рамках ЕС. Мы работаем по западно-германским стандартам, по британским стандартам, мы можем работать и по американским стандартам. К товарам из перечня приоритетных, помимо кабелей, входит и другая продукция с добавленной стоимостью. К примеру, медицинские, кондитерские изделия, товары автопрома и полуфабрикаты, полиметалл, каучук. Анализ внешней торговли обрабатывающей промышленности показал, что товары с высокой добавленной стоимостью менее подвержены к мировым шокам. В то время как сырьевые товары более волатильны и зависимы от изменений конъюнктуры и биржевых цен. Полноценное вступление Казахстана в ВТО позволяет экспортировать казахстанские товары на рынки стран-участниц под тем транспортным тарифом, которые применяются при транспортировке товаров внутри этих государств. Те отрасли, где мы конкурентоспособны потенциально, то есть у нас есть собственная сырьевая база, стоимость товара невысокая. Мы уже есть определенные наработки, направления на экспорт. Для этих отраслей, естественно, хорошо, потому что импортные пошлины тех государств, куда мы экспортируем, они снижаются. Но при этом есть вторая сторона этого вопроса, то есть встречное движение. Мы тоже открываем свой рынок. И в целом мы видим, что в Казахстане также увеличивается импорт иностранных товаров, в случае того, что пошлины на эти товары снижаются. В законопроекте, где предусмотрен ввод внутри страновой ценности, прописан переход к новому виду оказания поддержки промышленности. Речь идет о стимулировании эффективных обрабатывающих предприятий с акцентом на насыщение внутреннего рынка, качественной продукции и выход на экспорт. И по мнению экспертов, эта мера не означает, что вся мощь сконцентрируется только на крупных производствах. Здесь у предприятия есть уже стабильная оплата налогов. То есть оно показало себя, что это уже предприятие не однодневка. Оно уже может получить более высокий, более широкий спектр государственной помощи. Допустим, субсидирование расходов на транспортировку вашей продукции до границы Казахстана. Такого в других странах нет. В дальнейшем уже ваше предприятие может перейти в раздел «Драйверы роста». Вы в последние 2-3 года получаете не просто стабильные доходы, а стабильные доходы в иностранной валюте. Условно предприятия обрабатывающего сектора, претендующие на господдержку, будут делить на 4 группы. К первой относятся начинающие предприниматели, ко второй – действующие производства, к третьей и четвертой – экспортеры и крупные предприятия, имеющие совместные проекты с транснациональными компаниями или крупными иностранными инвестициями в капитале, а также стратегические проекты. Механизм будет следующим. Чтобы предприятие перешло на более сложные переделы продукции, Министерство индустрии вводит конкретный перечень приоритетных товаров с добавленной стоимостью. Сегодня в этот список входит 4 тысячи позиций. И при госстимулировании операторы будут руководствоваться этим перечнем. Каждому пулу компаний также государство, когда оно помогает вам, субсидирует ваши предприятия, оно дает вам встречные обязательства. То есть, опять же, встречные обязательства у каждого пула компаний разные. Допустим, новые игроки, они должны обязаться, что в будущем они выйдут на прибыль и будут как раз платить налоги. Это первое. А второе – это они создадут рабочие места. Также вот здесь получается, что у второго и третьего пулов, то есть, они обязуются, что если они получили возмещение расходов на новое производство, они должны произвести новую продукцию, которую в Казахстане ранее не производили. Пакет стимулирующих мер предприятия будут получать после заключения соглашения о повышении конкурентоспособности. По мнению разработчиков, это позволит отраслям долгосрочно планировать производственную деятельность. Сейчас законопроект проходит стадию обсуждения рабочей группой с участием бизнес-сообщества. По планам, закон будет принят до декабря 2021 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok